Здравствуйте, дорогие товарищи телезрители! Сегодня нам с Германовым Тимовевичем Орловым хочется сыграть интермедиу ленинградских писателей Бориса Рацера и Владимира Константинова, который называется... Одну минуточку. Никаких интермедий. Распорядите, чтобы отсюда никого не выпускали, все двери закрыть. Что случилось, Германов Тимовевич? На вас лица нет? Какого лица? Галош нет. Сейчас был на гардеробе, проверял. Пропали галоши. У меня с утра было предчувствие. Да ну нельзя же так. Нельзя же так. Дорогой, вы, очевидно, свои галоши оставили в гардеробе. И за них артель отвечает. Вот она отвечает, что галош нет. А я точно помню, что вместе с пальто их сдавал. Я этого так не оставлю. Я такой шум подниму, вы себе не представляете. Да ну успокойтесь, пожалуйста, найдутся ваши галоши. Что вы меня успокаиваете? Успокаивает он меня, успокаивает. У вас бы галоши пропали. Вы всех бы на ноги подняли бы. Ну вот что, я свои галоши 4 года ношу, и у меня их никто никогда не берет. Ого, 4 года он их носит. Вы еще их годик поносите. У вас их и вот и в сырье не возьмут. Успокаивает он меня. Слушайте, не отчаиваю. Что он меня успокаивает? Может, вы галоши взяли? Вы что, серьезно? А, нет, я на вас не подумаю, что... У вас же нога вот такая вот, куда там. Товарищи, я последний раз предупреждаю. Кто взял галоши? 13 номер на красной байке. Предупреждаю. Я такой шум подниму, вы себе не представляете. Не напрасно. Что напрасно? А я уверен, что вы по рассеянности, как всегда, где-нибудь оставили ваш галоши. Я вам не профессор, чтобы по рассеянности забывать галоши. Ну, вернут вам ваши галоши, у нас не такие вещи возвращают. Читали в газете? Что? Кассир оставил в такси портфель с документами и деньги. Ну и что? Ну и что? Шофер в тот же вечер пришел в стол находок и возвратил. Документы? И документы, и деньги. Э-э-э, знаем мы эти благородные поступки. В газетах так распишут, что плакать хочется. У меня в прошлом году случай был. В такси обронил 15 рублей. Такой шум поднял. Такая обида. Еле-еле от жены заначку спрятал, и на тебя. Что, неужели не возвратили? Возвратили. Как миленькие возвратили. Через два часа домой привезли. Видите, как хорошо. Чего хорошего-то? Меня дома не было, жене деньги возвратили. Тоже мне благородный поступок. И все-таки, Герман Теофеевич, я вам советую, прежде чем шум поднимать, сходите еще раз в артистическую, в гардероб. Проверьте все как следует. И я уверен, что ваши галоши найдутся. Хорошо, Нечаев. Я пойду в артистическую. Я пойду в гардероб. Я все проверю. Но предупреждаю, если не найду, вам плохо будет. А этих никого не выпускайте отсюда. Извините, пожалуйста, товарищи телезрители. Просто у Орлов очень нервный характер. Он человек экспансивный. Ну, а чего с горяча в сердцах-то не скажешь? Я уверен, что все будет хорошо. Хе, галоши. Подумать только. Пальто на гардеробе оставил, а галоши в артистической. Вот голова. Видите, как хорошо. А вы волновались. Конечно. Продолжаем нашу беседу, друзья. Что вы хотели сказать? Галоши. Во. Пупырышки еще не стерлись. И внутри инициалы. Мои. И-ка. Простите, простите, какие инициалы? И-ка. Это же не ваши инициалы. Слушайте, вы не свои галоши взяли. Как это не свои? Две недели ношу уже с именин. С именин? Да. Кто это вам такой подарочек устроил? Я не знаю. Там в прихожей пар 10 стояло. Где? Ничего не поливаю. Ну что, вы маленький, что ли? Был у приятеля, на именинах. И одел галоши. А почему свои не одели? А кто их там разберет? В прихожей пар 18 стояло, все похожи. Одну минуточку. Значит, прошло две недели. Вы не позвонили приятелю, не узнали, чьи это галоши, кто этот самый И.К. Да что вы, буду я из-за пустяков приятелей беспокоить, что вы шум поднимать. Вот что, Герман Теоргиевич, вы извините за откровенность, я вам несколько слов лично хочу сказать. Пожалуйста. Носить галоши с чужими инициалами стыдно. Правильно. Справедливый вы человек. Завтра пойду и свои инициалы поставлю. Правый жмет немножко. Но ничего, разносится. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова